книга открытым окон том 2 вопрос 698 тема смерть после смерти на душе человека отражается пол его или это остается только в его самосознании как например делала делал и так далее можно ли определить пол человека по смерти с виду отвечает игнатий тихонович лапкин 1 коринфянам 2 9 но как написано не видел того глаз не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку что приготовил бог любящим его откровение 14 4 это те которые не осквернились женами ибо они девственники это те которые следуют за агнцем куда бы он и не пошел они искуплены из людей как первенцу богу и агнцу откровение 79 после всего взглянул я и вот великое множество людей которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков стояла пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих откровение 12 1 и явилась на небе великое знамение жена облеченная в солнце под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд тайна зрителя а написавая спасенных на небе говорит только о мужеском поле а слово жена касается только церкви более ничего не известно феминистки с этим не согласны и они наделяют женским родом самого бога мы на это пойти не можем только написано матфея 22 30 ибо в воскресении не женятся не выходят замуж но прибывают как ангелы божии на небесах слово как ангелы дает возможность задуматься а какого пола ангелы пол относится к телу и вопросах спасения касающихся души мы как бы обходим его это же самое наблюдается во всех таинствах кроме таинства священства которое рукоположенных уподобляет и богу прощающему грехи а при бракосочетании но об этом уже сказано так как это неравенство мужа и жены будет устранено в вечности простите и при бракосочетании но об этом уже сказано так как это неравенство мужа и жены будет устранено в вечность страдание наше наша мука когда их сносим мы с мольбой за счастье прочная порука в дому другом стране святой не вечен мир не вечны люди покинем мы минутный дом на волю вылетит из груди душа эфирным мотыльком и станут перлами все слезы сиять в лучах ее венца и путь страдания мягче розы ей путь устлеют в дом отца не часто ли ходим мы с отвагой по топким тундрам и горам когда хоть миг единый благо найти за ними мнится нам зачем же ропотно страдания зачем по мрачному пути мятежной жизни без роптания с хвалою той же не идти когда порою также трудный от без житейских и забот тот путь не к радости минутной к блаженству вечному ведет 1839 год некрасов н.а.